Сергей Казак родился в Березовском районе. Учиться и работать довелось в разных городах и даже странах. Однако к своей малой родине всегда было отношение особое. Это видно и в его работах. История родного края, личности, которые причастны к его становлению, развитию, семья – все это нашло отображение на многочисленных полотнах. Тематика вот этих новых работ – это Успамин про Полесье. И в основном это период Витовта, ВКЛ, Витовта, Кейстута, Ольгерда, Ягайла, Охотов Пуща, Русалки, такие легенды про Бересте. В художественном музее Брестской крепости на выставке Успамин про Бересте представлено порядка 30 картин, написанных за последние три года. Пейзажи, портреты, сюжетно-тематические картины – все они повествуют об истории развития древнего Бересте и современного Бреста. Среди картин, представленных на вернисаже, два богатыря, ярмарка в Бересте, перед Грюнвальдом и другие. Это лишь малая часть работ, ведь за долгие годы творчества удалось потрудиться на славу. Сам художник даже затрудняется ответить, какой картиной гордится больше всего. Все работы недорогие, все работы – это твои дети. И если ты уже сделал работу, и немножко твои эмоции остыли, то уже кажется, что это и не твои уже работы. Это уже где-то так далеко-далеко. Какие лучшие или худшие работы – художнику трудно ответить. Самая лучшая работа – это чистый холст и еще не написано, когда художник думает, ну сейчас вот напишу. На открытие персональной выставки пришли коллеги, друзья и просто жители Бреста. В числе последних – учащиеся различных учреждений образования, которые также увлекаются написанием картин. Мне очень понравились картины, которые находились в малом зале. Меня очень вдохновила картина, которая была последняя. Там был темный лес и один человек. Далее это ушел туман. То есть, ну, меня это вдохновило. Я любитель более темного. И я заметила, что там были масляные краски. Я, честно, не работала с последними красками, но хочу попробовать. Очень много классных творческих работ и вижу то, что это достойный человек. Интересные моменты истории, очень интересные, необычные. Необычное видение нашей белорусской истории, видение старого княжества литовского. Ну, наверное, вот необычный человек. Я вот сейчас услышала, что он работал в Лыщицкой школе учителем. Это уже впечатлило. Ну, наверное, подача интересная. Подача истории, подача интересная. Тем, кто хочет увидеть Брест глазами талантливого художника Сергея Казака, стоит поторопиться. Экспозиция будет доступна для просмотра лишь до 14 февраля.